МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ГОНОВА МИРА, программа пост-эвенту, который мы по традиции говорим, анализируем и подводим итоги важнейшим событиям на российских ипподромах. Меня зовут Максим Синаторов, и я с удовольствием представляю наш сегодняшний состав гостей. Это корреспондент телеканала «Плонный мир» Анастасия Киреева и постоянный эксперт нашего телеканала Евгений Капушев. Коллеги, сегодня речь пойдет о розыгрыше большого летнего приза на Краснодарском ипподроме. Так был назван большой скаковой день в Краснодарском крае. Легенда номер 17. Я думаю, теперь можно так именовать Краснодарский ипподром, потому как 17 скачек в один день – явление достаточно редкое. Евгений, вот для вас, как для комментатора и жакея, который много лет провел в Седле, что все-таки легче – откомментировать 17 скачек или порядка 17 скачек отскакать? Ну, я никогда… Нет, меня жакеем, наверное, нельзя назвать в полной мере. Ну, я скакал, конечно, он мальчиком любительский, но… Нет, я максимум 4 раза скакал в день. 17 не доводилось, хотя по тем временам, на самом деле, скакали гораздо больше, чем сейчас. Я помню времена, когда, например, в субботу ехали 11 скачек, в воскресенье – 15. Другое дело, еще раз скажу, что, как правило, они же чередовались, там, четвертая группа – приз, четвертая группа – приз, четвертая группа – приз. А так, чтобы подряд все призы, я таких дней не припомню. Настя, ты, как и я, в этот день выступали телезрителями. Вот тебе 17 скачек выдержать у экрана, телефона, планшета, телевизора. Насколько тяжело было? Да, на самом деле, не тяжело. Как зрителю было очень комфортно, потому что все скачки шли очень быстро. То есть, вот она прошла скачка, хоп-хоп-хоп, награждение, хоп-хоп-хоп, интервью. Пошел, чай налил, нормально. Да, написал пару новостишек, очень хорошо было. Отлично, дорогие друзья, но давайте тогда медлить не будем и поговорим о тех событиях, которые состоялись на Краснодарском ипподроме. И главной героиней дня мы выбрали Любовь Гудкину, тренера конного завода «Донской». Люба выиграла вместе с Легардом большой летний приз. И на прямой связи с нами Любовь Гудкина. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Люба, поздравляем. Поздравляем тебя, всю твою команду, которая готовила Легарда к этой победе. И прежде чем перейти к скачке, хотелось бы отметить вот какой момент. В комментарии Марии Васильевой по итогам большого летнего приза сказала, что вводишь тренд, нужно коснуться или потереться сотрудника конного мира, чтобы сразу же пришла победа. Вот поясни, пожалуйста, откуда это все взялось. Не знаю, просто до скачки подошла к Марии Васильевой. Я говорю, есть такая примета, что если встретить сотрудника конного мира при входе первым, то ты выиграешь. Я говорю, давай я об тебя потрусь плечом. Потернулась я об нее, говорю, давай потрусь, чтобы выиграть скачку. Ну, сработало, видимо. Видимо, работает. Вот так вот магия, магия конного мира работает всегда, дорогие друзья. Ну, а теперь давайте уже ближе к делу. Большой летний приз собрал великолепную компанию жеребцов в дистанции 1600 метров. О многом хочется сказать. Обо всем будем говорить по порядку. Евгений, вы эту скачку комментировали, видели. Давайте сейчас проанализируем еще раз, как все было с позиции уже, в том числе и победившего Легарда. Слушайте, ну, добавить к тому, что я говорил ранее, особенно ничего не имею. В принципе, результат на бумаге выглядит достаточно закономерным. Единственное, что, конечно, разочаровал Жамал Чойс. Я его перед скачкой выделял. Он выглядел здорово. В порядке был. И, в принципе, Морзобек проехал здорово. Но что-то он в этом году не тот. А так все остальное, в принципе, ну, существенно лучше выступил, чем мы ожидали. Сироскер, Легард, опять же, тоже я не думал, что он выиграет. Конечно, я ждал, что он хорошо пройдет. Но на победу я не думал. И вот Морзобека на него не посадили в этот день. А между тем, я потом с Морзобеком говорил. Я говорю, ты-то как сам? Он говорит, ты знаешь. А первый раз, когда я на нем в Павловск ехал, он далеко не показал все, на что способен. Он там еще был совсем зеленым. И, говорит, я ему специально там в трибунах хвостом ударил несколько раз сильно, потому что он уже начал тормозить. А так там было прибавлять много чем. Поэтому для него эта победа, собственно, сюрпризом не стала. Как мне показалось, вот в этой скачке Легард больше выложился, чем в предыдущей. И если можно задать такой вопрос с Любовью Гудкиной. Мне бы было интересно услышать ее комментарий по этому поводу. Как Легард вышел после двух тысяч геней в сравнении с тем, как он вышел после скачки в Павловской? Да вы знаете, пока что он легкий. Я тоже переживала, думала, устанет сильно. Толстенький. Я бы хотела сегодня. Видео на конюшнике не получилось. Толстенький ходит, кричит, жеребцует, ему весело подпрыгивает. Вообще отлично. Я тоже переживала за это. Отлично вышел. Коллеги, а вот вопрос вам всем. Мы неоднократно видим и на европейском опыте, на английском, на американском, что для главной скачки, для победы в главной скачке, не так много подготовительных стартов нужно. Ты имеешь в виду дерби? Да, я имею в виду дерби. А это знаешь ли сугубо индивидуально? Кому как. Кому как. Кому-то надо 300. Как правило, лошадь выходит на пик формы, которая от 2400 бежит, на третью-четвертую скачку. Как правило. В связи с этим, также хотелось бы Любови Гудкиной адресовать этот вопрос. Две скачки в этом сезоне Олигарх уже провел. Одну полегче компанию одолел. Компанию первой группы также он выдержал этот тест. И как вы считаете, теперь будет ли пропущен приз Анилина, 2000 метров, и сразу заход на дерби или промежуточный старт? Подожди, вторая скачка у него в этом сезоне была. Не третья. Третья в карьере. Третья в карьере, да. Вторая в этом сезоне, да. И вот теперь третья скачка в этом сезоне. Выход на пик. Вторая в этом сезоне, третья в карьере. Да. Я имею в виду, вот теперь Анилина, как вы считаете, 2000 метров, стоит ли промежуточный старт делать для Олигарда, либо лучше сосредоточиться на подготовке работы к дерби? А что это вы сразу на дерби пишете? Может, я не поеду? Нет, однозначно теперь, да, наверное, дерби. Сейчас у меня есть еще несколько вопросов. Может быть, или Москва, или дерби. Но, наверное, дерби, потому что на Москву еще один у меня же ребенок есть. А он, Анилина, однозначно нет. Однозначно нет. Если будет скачка, то будет такая непростая, недлинная, чтобы была не тяжелая. Нет, 2000. Не надо 2000. 1800-1600, отлично. Пройдет такой выменную скачку какую-нибудь, хочу записать, и все. Можем ли мы сказать, что вы, Любовь, хотите сохранить дух жеребца, в том плане, что он показал свой боевой характер, да, допустим, в отличие от Сираскера, который мы видим, тоже хорошо финиширует, но как будто вот что-то не хватает. Олигарх цепляется и выхватывает победу. В первую очередь, лучше должна быть в духу, а все остальное потом. То есть в порядке она должна быть, силы у нее должны быть, однозначно нужно сохранить его силы, чтобы у него было желание бежать, чтобы было желание бороться. Да. Единственное, я думаю, что если по прошлому году будет, вспомните, в день Анилина, в день Окса, в Краснодаре все три скачки для трехлетних жеребцов на 2000. То есть там полегче не получится, там все три будут боевые. Да, три параллельные скачки. И шесть недель, там даже семь недель до дерби не скакать, по-моему, тоже многовато. А может быть в Ростов тогда какую-нибудь скачку? Да, конечно. Конечно, или Ростов, но Павловка уже не будет. Будет Ростов, скорее всего, да. Пройдет какая-нибудь компания. Итак, определили будущий план относительно Легарда, победителя большого летнего приза. Дорогие друзья, и к нашему диалогу хотелось бы подключить также Краснодарский край. Нина Анатольевна Хохлова, начальник производственного отдела Краснодарского ипподрома с нами на прямой связи. Нина Анатольевна, а на вас в этой скачке Легард наверняка такое же сильное впечатление произвел, как и на всех нас. И предварительные ваши ожидания были связаны с тем, что Легард здесь сумеет во втором старте в этом сезоне преподнести такой приятный сюрприз? Добрый день. Питомцев Донского конного завода всегда считаю. Они никогда просто так от нас не уезжают. Трофеи они забирают. Но в этой скачке считала Славера. И то, что Легард в таком стиле выиграла, когда вот после финиша, я, кстати, прогноз Насти вспомнила, она говорила, что в этот день будут бросками выигрывать. Ну, как раз вот эта скачка конкретная, да, вот она вот такой вот классический финиш, классический бросок. Та же аналогичная при четком доминировании и другие в большинстве своем скачек были все-таки при четком доминировании фаворита скачки. А вот именно большой летний классический бросок шикарно проехал. Боролись все там и Легард, и Славер, и Сироскер. Меня тоже разочаровал же, а молчуясь. Вот если лошадь в таком порядке не бежит, но есть вопросы. А касаемо победителя, лично у меня никаких вопросов нет. Финиш достойный статуса первой группы. Украшение краснодарских скачек на плит большой летний. Любую от души поздравляю. И всю команду Донского завода. Коллеги, тогда возвращаемся в студию. Нина Анатольевна, спасибо огромное. Будем с вами на связи. Возвращаемся в студию. Мы отметили Легарда, рассказала Любовь Гудкина, его планы предварительные перед дерби. Относительно Славера, Сироскера и кого бы еще вы здесь могли выделить в перспективе уже на дистанцию? Спешл темп. Посмотрите, какой он бросок сделал. Он по той прямой вообще в песни попадал. И по финишной прямой мы видели, ему еще и помешали. Там Артем Падычев на пламени. Он после этого такой бросок сделал, что ребят на дистанцию это то, что надо. А я бы раньше времени не списывала Жамал Чойса. У меня почему-то есть ощущение, что это лошадь на 2000 метров. Вот еще раз, видите, да, там, где помеха была. Да, Настя, относительно Жамал Чойса. Ну, что это лошадь на дистанцию 2-2400. Возможно, 1600 для него это слишком коротко. Да нет, я бы так не сказал. Вспомните, как он двух лет ходил на 1600. Нет, он не тот в этом году. Понимаете, когда одна скачка неудачная, то ладно, там, можно на что-то списать. Когда две, уже возникают вопросы. Опять же, я ничего не утверждаю, я просто по опыту ориентируюсь. Как правило, если две неудачные скачки, то уже дальше становится сложнее. Развивая тему Special Temple, я бы хотел выделить вот какой момент. Прием из стартовых боксов. Здесь сейчас нам всем потребуется внимательно проследить за тем, за вторым номером и за четвертым, да, какая была ситуация перед началом скачки. Вот смотрите, второй бокс. Пламя выбивает головой боксы, открывает их раньше времени. Дается команда старт, пламя получает преимущество. А Special Temple еще даже не принял. Он вверх прыгнул. Он вместо того, чтобы прыгнуть вперед, вверх прыгнул. Он очень много на старте уступил, конечно. И после этого такой бросок сделал, что я вам скажу, ну я с Анзором перед началом сезона разговаривал. Он сказал, это моя большая надежда. Вот этот момент хотелось бы обсудить в том числе и с Ниной Анатольевной Хохловой. Нина Анатольевна, а вы допускаете, что могла возникнуть такая скандальная ситуация, если бы, допустим, пламя выиграл эту скачку и у него боксы открылись раньше времени, да, и могло бы возникнуть, ну, немало комментариев относительно того, что проблемы с боксами предопределили исход скачки. Эти комментарии были бы обоснованы, если бы мы видели, что Жакей это делал, умышленно сделал. То есть, да, выбил, поехал, а судья, замешкавшись, дал старт, когда уже лошадь имела неоспоримое преимущество. Я очень рада, что Артем удержался в седле, то есть, явно он этого не ожидал от пламени, вот, ну, лучше концентрировать надо. И вот, кстати, касаемо этой скачки, безусловно, я вот перед эфиром хотела отдельно сказать про спешл-темпо и, извините, Анзор, забыла про вашего питомца. Я тоже считаю, бросок феноменальный, и эта лошадь на классическую дистанцию, ход, сила, все у него есть. Замешкался там, помешали тут, и вот он, он замыкался отрывом. И вот он здесь, буквально в зоне досягаемости до призеров, до тройки призеров. И он тоже стал призером. Так что конь очень интересный. Вот у нас есть возможность оценить эту скачку с камеры, которая была установлена на шлеме Анатолия Андреева. Он ехал на геолите, приехал в итоге девятом, но вся компания была перед ним, перед его глазами, да, и мы можем оценить, как кто ехал. Вот такой большой летний приз получился в этом году, безусловно. Извини, Максим, я хотел бы еще раз, я об этом говорил. Была, на самом деле, более скандальная ситуация с открытием боксов, когда, я как сейчас помню, это было 8 июня 2008 года, когда делали мы на Центральном московском ипподроме призыв в честь мэрии Москвы. Там Юрий Лужков на скачках был и другие, и, как сейчас помню, вот в похожей ситуации Гальего под седлом Владимира Мелехова открывает головой бокс, просто, да, силой кинетической энергии, скажем так, и выскакивает вперед корпуса на два. А в итоге выигрывает, по-моему, нос у Инкандесент Стара, между прочим. И тогда даже лично Юрий Лужков сказал, ребят, ну что это у вас тут за беспредел творится? Ну, по факту, еще раз скажу, по правилам, если судья дал команду старт, то есть, если он не дал команду фальстарт, то тут уже апеллировать не к кому и не к чему. Никто уже результат скачки пересматривать не будет. Стартовали так, значит, стартовали так. Но, тем не менее, да, тем не менее, вот эти моменты, они рано или поздно возникают, и когда дело касается приза первой группы, да, хочется, чтобы все было чисто, все было ровно, чтобы ни у кого не возникло подозрения, опасений относительно честности результата, да, или чистоты скачки. Вот, вот единственный вопрос, да, который хотелось бы здесь затронуть. Дорогие друзья, постепенно закругляем тему большого летнего приза, и давайте выслушаем комментарий жакея-победителя Мербека Мамурова. Приняли хорошо, не стали рисковать, поехал по нему, и получилось все. Ну, и ехали не тихо, и как-то не подпевал, и попоротик дал чуть пересопнуть, и поехал заново, и получилось. Да, ехал, да, хорошим запасом, но не торопил. И попросил, двинулся хорошо. Комментарий Мербека Мамурова. Вернуться бы хотелось к Любови Гудкиной. Любовь, если мы проследим путь в этом сезоне вашего треноделения, результаты и на Павловском ипподроме, и на Краснодарском ипподроме, Нина Анатольевна уже про это упомянула, без побед вы не уезжаете. Как вы считаете, вот с чем связаны такие классные результаты в Краснодарском крае в этом сезоне? Не только в Краснодарском. Ну, пока вот применительно. Вчера в Ростове тоже. Да, и в Ростове тоже очередная победа потомка Икария была. И вот возвращаясь к теме Павловского ипподрома, Краснодарского ипподрома, с чем вы связываете вот такое успешное начало сезона? Пересмотрела полностью всю работу, пересмотрела нагрузку на лошадей, кормежку, все полностью поменяла, мне помог очень хорошо Миша Янаков, что-то где-то подзабыл, он не подсказал. Вот, все переделала полностью. Ну, я думаю, что благодаря этому. Работа абсолютно поменяла. Чуть точнее, работа в сторону усиления нагрузки или уменьшения нагрузки? Нет, уменьшение, нагрузок гораздо меньше. Ну, то есть работа уже ближе идет, ближе к штату. Вот к таким головам. Чтобы лошадь была свежа, самое главное. Не делать голопы, вот этот по-американски накануне призов, да? Да, 500 по 500, 1000 по 1000 мы не делаем. Два голопа и поехали. То есть больше скачками, да, добирается порядок? Нет, суть подхода в том, чтобы лошадь перед скачкой была свежа. Это самое главное. Гонять ее, сушить работами не надо. Ну, дорогие друзья, и результат. Чтобы была в теле плотненькая. Да. И результат, результат, как мы видим, налицо. Любовь, спасибо огромное вам за эти комментарии. Поздравляем вас с успехом Легарда. Желаем дальнейших побед. И обратите внимание, резвость минута 41, 1 десятая. Далее Славер, Сираскер, Спешл Темпл, Жамал Чось, Реактивный Ванн, Пламя, Геолит. И Наркомат эту компанию замкнул. Переходим, дорогие друзья, к следующему призу. И будем говорить теперь уже про приз Элиты, где также компания действительно первогруппных лошадей собралась. И в очередной раз мы увидели на дорожке теперь уже Краснодарского ипподрома Тамплиера. Ну, говорить про то, как проехал Тамплиер, уже и в трансляции много говорилось. Вот как вы считаете, все-таки, да, Тамплиер не тот, Евгений? Вы это неоднократно говорили. Ну, по-моему, говори, не говори, что там. Я могу говорить что угодно, но, по-моему, всем и так все увидим. Что делать теперь с Тамплиером? Учитывая, что третья скачка к ряду, сложнейшая компания, сложнейшая скачка, наверное, уже пора отдать отдохнуть. Но не в плане завершить спортивную карьеру, а хотя бы на несколько месяцев взять перерыв. Для того, чтобы в этой ситуации что-то говорить, надо быть с лошадью постоянно. Надо знать ситуацию от и до, а так я, конечно, не могу ничего сказать. Тут надо, ну, если Иван Лыков сам уже говорит о том, что надо что-то менять. А что менять конкретно, я не знаю. Похоже на то, что слишком сильно ему досталось в апреле месяц на неготовой лошади. Я постоянно об этом говорю. Ехать тяжелую скачку на неготовой лошади – это хуже всего. Хуже всего. Вот опять же, я в этот день, посмотрите на того же Меликшах. Ну, вот вам еще один пример. Много их, на самом деле? Настя, относительно Тамплиера, и вот так получается, что в каждый из этих скачек едет с ним рядом юниор. Да, вот юниор растягивает компанию, не всегда сам доезжает юниор в платье. Но, тем не менее, тактика юниора понятна. Тактика Тамплиера тоже, в общем-то, ясна в этом сезоне. Вот как ты считаешь, вот эта постоянная нагрузка, которую получается… На то, в скачке юниор, чтобы Тамплиер не дремал, да? Да, да, да. Чтобы он не выигрывал. И не выигрывал, в том числе. Это шутка, конечно, но не в юниоре дело. Естественно, каждая команда, каждая лошадь… А может и в юниоре. Знаете что? Я не знаю. По прошлому году вспомните, все свои скачки Тамплиер вел, никто его хватать не хотел. А я в этом году сразу сказал, что в этот раз уже так, мы с открытием об этом говорим, в этот раз так не получится. То есть, не дадут юниору легко вести. Хотя, по прошлым скачкам мы видели, что Тамплиеру, в принципе, это не проблема. То есть, там, с кем-то ехать, он борьбы не боится. Несмотря даже на свой характер. Но в этом что-то, вот, знаете, не то в королевстве датском. С Тамплиером не тот он. А почему не тот? Ну, я не знаю, почему. Да, ответить на этот вопрос может только команда Тамплиера. Но смотрите, он на финише. Вроде как сначала нам показалось, что все, сейчас его соперники проезжают. А потом он берет на последних метрах, продолжает дальше бороться. Ну, двоякое впечатление. То же самое было и в Павловской, когда вроде бы как концом он подъезжал к Томми Лебарсу. Но там Томми Лебарс уже почти сложился. Нет, ну это разные ситуации. Там Томми Лебарс не ехал уже на финише. Просто Руслан Круглухин принял решение, зачем вынимать, если он так доезжает. Да нет, ну понятно, но здесь все-таки Томми Лебарс посильнее при всем уважении. Это само собой. Но как здесь ехали? Здесь все-таки лошади на финише еще отдавались. Никто не останавливался. И вот этот положительный тренд, что Тамплиер снова включился. Ну, насчет того, что добавляли, я не уверен. Юниор докатывался, Дронго тоже встал к концу. Мы видим, что по Дронго, опять же, это разочарование. Но, с другой стороны, по-моему, объяснимое. Потому что видно, что все-таки его лучшая дистанция 2000 метров. На 2400 он уже далеко не так хорош. Нина Анатольевна, вот душа болит, конечно, из-за Ивана Лыкова, из-за Тамплиера. Никак не удается Тамплиеру свой статус лучшей лошади 2021 года оправдать в новом скаковом сезоне. Как вы считаете, да, вот Тамплиер в очередной раз был записан в приз элиты. В прошлом году он эту скачку выиграл. Также с почерком в этом году не получилось. Вот вы для себя, какие находите этому объяснения? Ну, я хочу, я тут больше, значит, я согласна и с Евгением в том части, в той части, что поторопился Иван Лыков, как он говорил в интервью, хочу порадовать шефа, да, вот это. Ну, чуть поторопился порадовать. И сейчас мы видим последствия. Но есть надежда, вот блестящий порядок у лошади, вот такого хулиганства у него, такого вот дерзости такой по скачке в нем еще есть, но уже прослеживается. Уже он более веселый, более так реагирует в падоке, уже пытается хулиганить по-прежнему при выезде на скаковую дорожку и борется. Я тоже отмечаю, что, вот тут я с Анастасией согласна, он борется. Из него там не выбивают, вымучивают. То есть положительный тренд наметился. Но здесь очень тонкая грань. Я очень надеюсь, что Ивана Петровича получится и дальше восстанавливать тамплиера. Как? Ну, это им виднее на местах. Так что скачка хорошая. Брайтман, да, Брайтмана считала. Если прежний тамплиер, я говорю, он бы с ними разобрался на раз, как он сделал это в прошлом году. Если еще нет, не восстановился, да, тогда Брайтман. Брайтман вы видели в трансляции, видели в хорошем очень порядке, боевой конь. Ну, а юниор есть юниор. Ну, а что делать? С юниором надо ехать, и еще есть и покруче юниора лошади, если мы говорим о дальнейшей карьере тамплиера в этом вот дивизионе лошадей старшего возраста. А я бы хотел затронуть как раз тему победителя, тему Брайтмана. А он прибавляет, вы знаете, он с каждой скачкой прибавляет. Он становится все лучше, лучше и лучше. Мы еще пока его предел возможностей не знаем. Вот в прошлом сезоне только два жеребца, да, могли Брайтмана остановить на дистанции 3-200. Это Даймонд Линк и Томми Лебарс. Два лучших стаера страны, да. А сейчас он... И в этом году мы видим, что и на 2-400 Брайтман тоже хорош. Да, без участия Томми Лебарса, без хит-дженерейтора, если говорить о тех лошадях, которые выигрывали... Ну, а там дальше еще посмотрим. Еще раз говорю, он прибавляет, он постоянно прибавляет. Нина Анатольевна, хотелось бы тему юниора еще затронуть. И тему юниора по финишной прямой. Работа холостом его жокея Ивана Николкина. Нас, откровенно говоря, ну так неприятно, может быть, удивило. Не знаю, вас как члена судейской коллегии наверняка тоже. Вот комментарии на сайте ипподром.ру нас подтолкнули обсудить вместе с вами этот вопрос. По финишной прямой Иван Николкин воспользовался холостом порядка 21 раза. Вот, ну, не часто такое бывает, да? Все-таки скачка, ну, второй группой. Поверьте, часто бывает, просто не всегда это попадает в наши трансляции. А так вот на каких-нибудь там жокеи послабее. Да, может быть, даже и по трансляции сложно. День в Ростове там постоянно сложно было сосчитать. Ну, задача судейской коллегии считать. На самом деле я видал и побольше. Рекорд, по-моему, по мне, то, что я видел. Это еще в Пятигорске была кобыла такая. И был такой парень Бродников, Якут. Рома Рухтина, друг большой. И вот он там, по-моему, рекорд установил на Арабе, на каком-то погрязи, по-моему, 56 или 58 раз по прямой умудрился. Всю дистанцию. Именно по прямой, где посчитать можно было. Тогда таких камер хороших не было. Чтобы было, можно посчитать поворот или еще что-то. Там просто точки где-то движутся и все. А по прямой посчитали 58 раз, по-моему, что это. Ну, вот, Нина Анатольевна, в связи с этим вопрос, да, вам как члену судейской коллегии. Как нужно провести работу с Жакеем, с Иваном Николкиным, да, какое-то предупреждение было вынесено ему или нет по скачке. Ну, все-таки ситуация, согласитесь, тоже не рядовая. К сожалению, да. Да, если вот Евгений по прежним временам может вспомнить одного якута, у нас, к сожалению, вот злоупотребление хлыстом, это нарушение. Не, я говорил рекорд. А так, конечно, их полно было. Ну, вот можно посмотреть сейчас на Ивана Николкина, на юниора по финишной прямой и сосчитать. Да, Нина Анатольевна, а вы можете продолжать. И, да, встречается довольно часто. Мне звонили любители по поводу хлыстов. Мы с ребятами судейской коллегии еще раз пересмотрим все, пересмотрим и замечания, какие были приняты, все ли отражено в протоколе, или же действительно пропустили. Но карать будем нещадно. Потому что за некомпетентность человека или за какие-то эмоции. Ведь Иван Николкин – это мастер жаки. Швачев у нас тоже мастер жаки. Падучев у нас тоже мастер жаки. Ну вот от 19 хлыстов насчитали. Тем более лошадь на посыл не отвечает. Господа мастера, значит, карать будем за это нещадно. Еще раз проведем судейскую работу над ошибками, все ли охватили, все ли отразили. Но в дальнейшем, да, вот одно предупреждение, а потом будут сидеть на заборе. Не можете использовать хлыст как средство посыла? Или разучились, потому что раньше, наверное, умели, раз до категории мастер жаки доскакать. Ну, значит, будем карать. Пример молодым и вот отношение к лошади, я считаю, если лошадь не готова, если лошадь не оправдала твои надежды, но это не повод на ней вымещать свои какие-то эмоции. Так что вопрос понятен, задача понятна, будем действовать дальше. Нина Анатольевна, принимается. Спасибо огромное за разъяснение. Итак, дорогие друзья, подводим итоги приза элиты. Брайтман, Юниор, Тамплиер, Дронго, Форвард, Джайант, Шэдоу и Профиджет. Трезвость победителя составила 2 минуты 35,3 секунды. Далее будем говорить о призе аналогичной. Как-то вот с кобылами в этом сезоне у Ивана Лыкова получается куда лучше. Мы видим по результатам с подвижницы, по результатам мисс Кассел, что две кобылы являются на данный момент фаворитами перед розыгрышем Краснодарского Окса, где они, судя по всему, встретятся. Ну а теперь непосредственно приз аналогичный, с приема определяется мисс Кассел на второй позиции. Ну и что касается Нейчерл Крид в этой группе, она вырывает лидерство. Ну на то и, собственно, была задумка. Собственно, на ней по-другому ехать нельзя, хотя я с Юрием Кулиничем после скачки поговорил. Говорит, в принципе, по скачке она ведет себя достаточно адекватно, Нейчерл Крид. Но по работе вообще, говорит, она просто не управляет, от слова совсем. Там просто вот она делает, что хочет, и заставить ее сделать что-то другое совершенно невозможно. Ну вот смотрите, ключевой момент. Едут две пятисотки по 30, ну 31-38. И по этой скачке выдержать этот пейс, предлагаемый Нейчерл Крид, способна только мисс Кассел, и она еще и прибавляет. Вот в чем все дело. Настя, вопрос вот какой. В преддверии возможной встречи, может быть, там и Нейчерл Крид будет в Оксе, да, и Кэнди Сим ее, судя по всему, готовят. Обязательно. Да, с подвижницей. По Нейчерл Крид, извини, пожалуйста. Я, опять же, с Юрием переговорил. Он бы не сторонник, конечно, пробовать Окс, но желание собственника заключается именно в этом. А вот как вы считаете, здесь, Настя, первый вопрос, относительно тактики в скачке, вот нужен ли пейсмейкер для мисс Кассел и сподвижница? Вот если Нейчерл Крид будет в Оксе, также с такими же секундами на ехать пятисотки, наверняка это упростит им задачу. Мы видим, что они умеют, обладают очень хорошей высокой крейсерской скоростью. Ну смотри, Максим, я не буду отвечать на вопрос, нужен ли, я просто отвечу, он будет. Нет, в любом случае. Какая-то из кобыл поедет резвая в любом случае, потому что в трехлетнем возрасте очень много кобыл, которые вроде как резвые и на самом деле им нужна более короткая дистанция, их все равно пишет в Окс. Вот какая-то из них будет, которой 2400 не подходит, но она поедет с места, поедет резвая. Давайте начнем с того, что пейсмейкерство это чисто зеленочная тема. В песчаных скачках пейсмейкеров не бывает, они там не нужны. Ну вот назовите мне хоть одну американскую скачку, где есть пейсмейкер в Америке. Песку нету их ни в Дубае, нигде. В скачках по грунтовым дорожкам пейсмейкеров не бывает. А другое дело, что там если совсем уж мало лошадей, как вот, например, в Призи Элит. Но опять же, там каждый едет по своим пейсмейкер, поэтому... По коню. Да, там уже, если скорее, не пейсмейкер нужен, а нужен такой, как в этом, помните, у хоккея в НХЛ называется? Тавгай. Тавгай. Тавгай, да. Да, лошадь, которая обладает... Да, Россия, расчищать. Да, ну вот она просто по природе такая, она поедет впереди. Это не обязательно, что она пейсмейкер для кого-то, она просто сама по себе такая. Да. И такая лошадь будет. Нине Анатольевне Хохловой адресуем наш следующий вопрос. В преддверии краснодарского Окса, но мы понимаем уже силу Мисс Кассел, ее сильные стороны знаем. Надеюсь, что убедимся еще раз, восхитимся сильными качествами сподвижницы в выходные в Павловской. Вот как вы считаете, у вас, вот среди двух этих кобыл, Нина Анатольевна, кто является фаворитом на Окс? Ну, для меня была сподвижница однозначно. Я считаю, это кобыла может биться и жеребцами на равных. Но вот тот порядок и те кондиции Мисс Кассел, конечно, вселяет надежду. У нас, кстати, когда бабка Мисс Кассел Мэйдзи была второй на Окс, она была второй на Окс за Сатурой. Прогресс кобылами вот традиционно силен. Они, Иссатура была первой, Мэйдзи вторая, обе кобылы семейства сосны, третьи выводные из фонного завода «Восход». Миссионерка, мать Мисс Кассел, ушла неиспытанная, она там буквально ярко выступила один раз, и все. И у кобылы возникла проблема, она ушла. Вот есть шанс, и вот скачки, скачка эта, Крис аналогично это подтвердила, что с высокой долей вероятности. Это действительно один из фаворитов на Окс. Хочу еще отметить, что в этом сезоне, просто в предвкушении нашего Окса, у нас всегда это традиционно, на Кубани сильная скачка, полные боксы. Никто никогда не снимался по ветеринарным причинам. Санелина присыпется в этот день, кобылы нет, все в строю. И все очень интересные, но вот соперницы тоже хороши. Вы посмотрите на трехлетних кобыл конного завода 711. Я не помню, по крайней мере, ближайшие сезоны, когда у них было вот три явных, пластнейших кобылы, которые могут претендовать на успешное выступление в Оксе. А в этом году они есть. И про барсук не будем забывать. Ну вот, мисс Кассел, подвижница, три кобылы конного завода 711, вот еще и начали в Крит, туда хотят тоже запустить. Ну, хозяин-барин. То есть будет очень интересно. А мисс Кассел, она меня приятно очень поразила. Она налила силы, ничего лишнего в этой кобыле нет. Сухая, креп, добавила в росте. Она лучше своей матери, она лучше своей бабки по себе. Вот Мэйди такая была горбоносенькая, рослая кобыла, но вот такого вот яркого экстерьера в ней не было. Миссионерка была лучше, а эта девушка еще лучше. Так что да, я согласна, Евгений сказал, одна из фаворитов на Окс. Соглашусь, однозначно. На спадвижницу посмотрим в эту субботу. По итогам того, что я видел, я бы сказал, не одна, а из-за номер один. Дорогие друзья, давайте прервемся на небольшой комментарий Ивана Лыкова. По итогам победы мисс Кассел в призе аналогичной. Да, выиграла довольно легко. Готовили как бы серьезно, потому что у нее рейтинга маловато, два старта. Чтобы побоялись, чтобы на Окс схватила рейтинг. Поэтому, ну как бы работало, все хорошо. Поэтому кобылка очень серьезная. И благодаря Алексею Сверидову на Иванской галопы не делал, ездил именно Леша. Галопы все делал, поэтому как бы большое спасибо тренаделению, что у нас всему конзаводу, что вырастили такую лошадь до мороженых. Потому что кобылка очень серьезная. Я в том году ждал, когда она созреет. Пришлось ей специально в конце осени Павловская прошла. Поэтому она идет как бы без проигрыша, 300-300 победы. С подвижницей пройдет аналогичную Павловской. А потом, скорее всего, пойдут на Окс уже вместе. На Краснодаре. Ну, я вам скажу, они как бы и работаются. Даже и Галоп делал вместе. Обои хороши. Что у одной есть на дистанцию, что у другой. Поэтому обои-кобылки хорошие. Лишь бы дай бог, чтобы все сложилось. Сейчас с подвижницей пройдет и встретятся они здесь на Окс вместе. Планы ясны. Встретятся обе кобылы на Окс. Посмотрим, как пройдет с подвижницей в субботу в станице Павловской, где она в этом сезоне уже выиграла приз струны. Посмотрим результаты. Минута 41, одна десятая. Дорогие друзья, та же самая резвость, что и у 2000 гений, у компании «Жеребцов». «Мисс Кассел», «Нейчерал Крид», «Эффлит Лейс», «Рашн Мун», «Страйк Чарджер», «Луция Паллада». Званка. Вот таков итог розыгрыша приза аналогичный. То есть мы видим, что «Мисс Кассел» — это, в общем-то, кобыла. И там тоже броском, да, там тоже была борьба по финишной прямой. А здесь «Мисс Кассел», ну, что называется, уже так докатывала, да. Ну, она ехала, да, она за явным преимуществом. То есть можно сопоставить. Она была гораздо сильнее всех остальных соперниц по этой скачке. А если еще предложить борьбу, может быть, резвость была бы еще лучше. Вот если вместе работаются, как говорит Иван Лыков из «Подвижницы» и «Мисс Кассел», кто там предложит борьбу, мы, скорее всего, узнаем уже из розыгрыша краснодарского «Окса». Дорогие друзья, далее подводим итоги дня и приз в честь дня пограничника. Пожалуй, скачка, которая читалась ярче и яснее всего, да, здесь был «Метрополь». И удивляет, насколько «Метрополь» легко эту победу одержал. А что тут удивительного? Ничего удивительного тут нет. Удивляет то, что сказал впоследствии «Морзобег», что здесь «Метрополь» был совсем не на пике своих возможностей. Ну, слушайте, ну, еще раз, это все известно. Смотрите, вот они едут 29,9, 32 по той прямой. И «Метрополь» спокойно этот пейс выдерживает. Теперь понятно, почему так сильно отстал дабл-фаст. Едут, дай бог, можно сказать, это спринтерская резвость, даже не майлерская. В одну и одну приехали для этого дня, это спринтерская резвость. Я думаю, что если бы критериум ехали, примерно в эти секунды и приехали бы. А «Метрополь» еще и добавляет. Ну, что сказать, ну, классная лошадь. Я бы хотел адресовать вопрос Нине Анатольевне Хохловой. Нина Анатольевна, вот интересно было бы, конечно, здесь мнение «Морзобега» услышать, кого он считает основным конкурентом в майлерском дивизионе «Метрополя». Но адресую этот вопрос вам. Кого вы видите основным конкурентом «Метрополя» в дивизионе майлеров в этом сезоне? «Стэйфёста», если будет «Стэйфёста» вижу. Подуспокоился в порядке, очень в него верю, мне он очень нравится. Мне очень нравится, и хотелось бы, чтобы какой-то завод, хороший завод пошел с «Ребцом». «Стэйфёст». Вот Евгений Капушев нас этой дуэли лишил. А у нас плохой Нина Анатольевна. В Ставропольске, если там все хорошо будет, там договоренности определенные уже на подходе. Итак, вот она дуэль, которую мы ожидаем очень увидеть, по крайней мере, во второй части сезона, в Кубке Майлеров, либо в основном Кубке Майлеров по осени, либо, может быть, чуть раньше. Настя, а ты какую дуэль у Майлеров видишь? Ну, наверное, только эту. А еще... А Лорана Барс. Да, да, вот я сижу, вспоминаю кличку Кобылы, которую я забыла, да, Лорана Барс. Я сейчас думаю, слишком рано еще об этом говорить. Еще многие лошади будут такие, кого мы не знаем. Вот интересно, помните Вергилий здорово и Оазис Принц, да? Без всякого сомнения, да. На Павловской дорожке, когда они сходились. Советник. Да, кстати. Советник, да. То есть вот набрасываем, набрасываем. Лошади много, да, лошади много, главное, чтобы скачки были подходящие. Дорогие друзья, давайте послушаем комментарии Мерзабека Капушева по итогам розыгрыша приза в честь Дня пограничника. Ну, Митрополь есть Митрополь. Он пока толстенький, а так в порядке, ну, процентов на 75, наверное, так. Ну, Митрополь есть Митрополь, он любой фейс поддерживает и концом едет. Только вот когда вперед выходит Ленинс, он все до финиша хотел нарыс перейти. Сидел, концом объехал и вообще, ну, о скачке не думал. Берег свои силы. Я-то объезжал легко соперника. А когда он вперед выходит, он всегда останавливается, сбавляет. И так, чтобы сильно не расслаблялся, я его показывал, шлюпал так чуть-чуть. Он не сильно не бил. В этой скачке Митрополь сам собой, судя по всему, соперничал со своей ленью. Да, когда ему никто борьбу не предлагает, чуть ли не нарысь, перешел уже по финишной прямой, как сказал Мерзабек Капушев. Но в любом случае это здорово, когда чемпион Майлер возвращается на дорожку, выигрывает первую скачку. Значит, все в порядке. Значит, в межсезонье была проведена хорошая работа, плодотворная. И ее результат, по крайней мере, часть этого результата, да, мы видим. 75% готовность Митрополия на текущий момент. Этого хватает для того, чтобы выиграть скачку на дистанцию 1600 метров. Что-то еще можно добавить здесь, Евгений, по кампании, которую он обыграл. Давайте тогда потихоньку уже разворачивать нашу беседу в розыгрыш приз летний. И приз летний нас порадовал тем, что... Подведем итоги, да, минута 41,8. На 70-х тише большого летнего. Призы аналогичные, но по понятным причинам. Ни Кентаки Форс, ни Дабл Фаст, если старый генерал первый предложить ничего не смогли. Заканчивали в 34,5, потому что Митрополия докатывался, он бы мог бы и резвее. По дистанции ехали резвее, чем трехлетки. Да, приз летний. О нем поговорим, потому как, вот я не перестаю удивляться, радоваться тому, что дивизион двухлеток в этом сезоне, ну, какой-то необычайно конкурентоспособный. Вот что не скачка, то мы получаем как минимум 2-3 очень интересных клички. А если лошадь уже побеждавшая в рамках этого сезона, то этому радуешься еще больше. И вот Джебель Альнур остается беспроигрышным в рамках своей двухлетней кампании. Очередную победу одержал он в своей карьере. И, Евгений, вот сложно сейчас выбрать определенного какого-то фаворита, да, в двухлетнем? Да слишком рано сейчас еще об этом говорить, слишком рано. Поэтому я даже не стал бы эту тему поднимать. Хорошо, тогда по Джебель Альнуру. Получилось все достаточно легко, по крайней мере, визуально. Джебель Альнур так вот проехался. И на секунды, смотрите, секунды блестящие. Одна 13,2 в 37 заканчивал, здорово. Поднялся в 29,2. В общем, супер. На самом деле здорово. И концом уходил здорово. Выиграл-то он с большим запасом. Нина Анатольевна, перед вашими глазами, я так понимаю, тренотделение Иссы Бабуева находится в Краснодаре. Вот за Джебель Альнуром наблюдали наверняка и при подготовке к этой скачке. То есть мы видим, что жеребец в порядке. Действительно такой силовой конь. И как вы думаете, вот монополь, который в своей манере скачку начал, компанию подрастянул, да, в какой-то степени это помогло, или здесь Джебель Альнур по себе ехал, Анди Гакаев на нем? Ну, я думаю, по себе ехал. Джебель Альнур, вот два их полубрата, у нас второй год подряд дети Honor Code выигрывают летние. Более легкий, более легкий Джебель Альнур по сравнению с Honor Warrior'ом. На хорошем ходу, в хорошем порядке. Но я согласна с Евгением, именно в дивизионе двухлетних лошадей сейчас только май заканчивается. Да, Джебель Альнур в порядке, Джебель Альнур на ходу, что называется. Вот и молодец, очень перспективный Анди Гакаев. Я очень высоко ценю этого молодого человека, то есть он с уважением к сопернику, с уважением к лошадям, четко слушает тренера, провел очень грамотно коня. Но в дивизионе двухлетних лошадей все только начинается. Еще подойдут и лошади конного завода Донской, и наши ребята тоже. Есть на кого посмотреть, мы просто об этих лошадях еще только предполагаем. Но они есть, есть в Барсуках, есть у нас, есть... В 711-м очень сильные двухлетки. Не просто будет уже, в 711-м подойдут, подойдут. Я говорю, сейчас только май заканчивается, май. Вот еще впереди сезон для двухлетних лошадей. Ну хорошо, впереди сезон. Еще увидим звездочки. Да, определенно увидим еще немало ярких кличек. Давайте подведем итоги призу летнему. Джебель Альнур, минута 13,2. Далее явный Монополь. Хан Тимирлан, Лабрадор и Гудач. Вот такова итоговая расстановка в призе летний. Мы переходим к следующей скачке. Это приз в честь Нальчикского ипподрома. И снова, снова возвращение. Классик Энсмарт возвращается на краснодарскую дорожку, одерживает победу. В общем-то, эта скачка была, я думаю, в большей степени для того, чтобы проверить текущий порядок, да, после перерыва, который был у Классик Энсмарт. Вот, Евгений, вы для себя что-то новое по Классик Энсмарт отметили? Нет. А что тут отмечать? Ну, Классик Энсмарт очень хорошо нам знаком. Возможности его известны. Тут самое главное было убедиться в том, что лошадь восстановилась. Что это тот самый Классик Энсмарт, которого мы привыкли видеть на дорожках разных ипподромов нашей страны. Дальше посмотрим. Настя, компания была Классик Энсмарт по силам. Мы видим, что в этот день, да, было и приз элиты, в том числе, я думаю, куда бы рейтинга хватило Классик Энсмарт. Но пока вот в такие сильные компании, в скачке, которые требуют сверху усилия, не стали записывать. Да, лошадь отсутствовала на ипподромах, получает сколько? 10 месяцев. Это очень много. И кидать сразу в борьбу, в групповую скачку, это, наверное, даже нечестно по отношению к лошади, какой бы она классной ни была. Мы знаем, допустим, даже если за границей какая-нибудь очень заслуженная лошадь получает травму, долго отсутствует, ее никогда сразу не кидают в группу. Она едет какую-нибудь, там, максимум листит. И постепенно, набирая форму, выходит уже на пик. Очень меня тоже порадовал Классик Энсмарт. Выглядит отлично, боевой дух не растерял. Большие надежды на него, как, и думаю, у его коневладельца Заура Секрекова и всей команды. Ну, мы видим, что в этом сезоне тренаделение Заура Секрекова, его лошади, очень часто гастролируют. В небольшом количестве, 2-3 лошади, да, гастролируют в Краснодар. И я думаю, что Классик Энсмарт мы еще по краснодарским скачкам обязательно, обязательно увидим в этом сезоне. Дорожка подходит, да, он знает, как здесь побеждать. Давайте сейчас послушаем комментарий Жакея, победителя Адама Шагенова, а потом продолжим. Нормально, хорошо ехал, с опасным шел. Я думаю, в дальнейшем будем ожидать хорошие результаты. Мне понравился. Он бы и резво поехал, но не все скачки раньше резво принимал, ехал. Там проблемы заставлял ему. Ну, мы переживали, переживали, вот, но все нормально, ничего нету. Ну, все хорошо, будем дальше скакать, смотреть. Уже серьезные компании, будем скакать дальше. Ну, я думаю, что серьезные компании Классик Энсмарт найдет, да, и там тоже покажет и проявит свои лучшие качества. Тем более, что скачек в Краснодаре, в том числе для лошадей старшего возраста, хватает. Классик Энсмарт выигрывает именную скачку в 2.10.2. Далее Зейлер, Дио, Заур Ан, Мэйджик Плейс и всего 5 голов здесь принимало участие. И в завершении первой части, дорогие друзья, хотелось бы затронуть тему трехлетнего дивизиона Кобыл и вспомнить скачку с участием Кэнди Сим. Кэнди Сим, вот, как мне это видится, идет дорогой звезды Эклипс. Если вспоминать, да, ее путь, ее восхождение в 2021 году, тоже потихоньку, планомерно добавляли по 200 метров в каждой следующей скачке для того, чтобы Кобылу подрастянуть. Как вы считаете, Евгений, вот здесь справедливо такое сравнение? Ну, тут даже не для того, чтобы растянуть, а для того, чтобы проехать, причем испробовать новую тактику, посидеть. Я считаю, что для Кэнди Сим все прошло очень хорошо, план правильный, все сработало как надо, выиграло легко. А дистанционность здесь не на первом месте, просто 1800, наверное, получше, чем 1600, чтобы из поворота не стартовать. Но разницы огромной между ними нет. 2000 не захотели ехать, тут, опять же, самая главная не дистанция, а самая главная другая манера, на чем акцентировал наше внимание Олег Кравченко. Другая манера, чтобы ехать не на силу, а на бросок. Хорошо, но в этот же день, да, мы видим, у нас была скачка для Кобылы на 2000 метров. Ну, вы уже сказали, там 711 на другую свою Кобылу ставку делал, на Smart Spirit. И зачем, собственно, таких двух классных Кобыл друг с другом сталкивать? Ну да, учитывая, что есть три скачки. Тем более, они из одного тренотделения, у них один жокей. Зачем это делать? Нина Анатольевна, вопрос вам по КНДСИМ. Вы со своей стороны, да, как вот на этот опыт отреагировали дистанции 1800 для КНДСИМ? Как она прошла эту скачку? Вот по-вашему, хватит ли ей, да, стамины на 2400? Ну, относительно подготовки классики, да, и принятия решения участвовать в классических, на классической дистанции, это будет решать команда. КНДСИМ мне очень нравится. Она вот с виду, вот на дорожке смотришь, вроде некрупная. Ну, вот вблизи, рядом с ней стоишь, она очень раздалась. Она, может быть, не столько в высоту, но она широкая. У нее рычаги длинные, у нее круг шикарный, широкий, длинный. То есть, по экстерьеру, это один из эталонных экстерьеров, вот чистокровной верховой копылы. На выводку она няшечка выходит, вот так вот она себя, ну, няшка-скромняшка. Но сюрприз от нее, это действительно, Олег Сергеевич всегда очень переживает. Он всегда так, ой, давайте в руках, давайте после всех. А потому что она может сюрприз преподнести, как она это сделала при законодательном собрании в прошлом году. Она такая вот, в скаковой день, она особо вроде как и не нервничает, но вот вулкан может взорваться в любой момент. То есть, тут кобыла непростая, она себе цену знает. Вот, мне она очень нравится. Если будут участвовать в Оксе, я думаю, будет очень интересно. Обязательно будут, обязательно будут, так куда же деваться. Я вот об этом и говорю, Евгений, что Краснодарский Окс, это в этом году, это что-то. Потому что у нас, да, у нас по сезону такие вот пара-тройка явных фаворитов, которые, фаворитов бывает, которые заходят на Окс. Но сейчас, извините, это полскачки. Даже, ну, голову 8, я считаю, такие девочки, что очень серьезные девочки собираются. Дай бог им всем здоровья, посмотрим. Нина Анатольевна, спасибо огромное. То есть, вам победы будет в этом году, как никогда. Да, мы тоже с нетерпением ждем розыгрыша Краснодарского Окса. Давайте подведем итоги словами Олега Кравченко и Мирбека Мамурова победу к НДС. Попробовать посидеть захотели мы. Вот и все. Ну, потому что на большой летний сильно не посидишь. Там надо ехать с места до места на победу сразу. А тут решили посидеть чуть-чуть на ней, как она себя поведет. Ну, ничего не смутило, нормально все. Будет лететь, пускай пропускает, чисто на бросок. И все. Ну, она сидела плотно, я не знаю, Митя ее уже не трогал. Вы же видели, она ехала, вроде тронула ее по прямой, вначале прямой. А потом ехал по селе легком контролировал, смотрел. Зачем ее трепать? Приняли очень резво, и голову сорвала чуть. И спокойно, метра сто проехали, и взял на себя, успокоилась. Она очень классная кобыла, адекватная. Посидел, а когда уже тихо поехали, она уже начала просить, не стала ломать. И поехал по кобыле. Ну, ей было комфортно. Можно спокойно сидеть и лидировать. Очень классная кобыла. По повороте, когда уже отделился корпус, она подрасслабилась. Подрасслабилась и почхонечку начал заставлять, она опять двигалась. Ну, она чувствовала, наверное, никто не подъезжает. И расслабление прошло. Ну, наверное, да. Отойдите на дистанцию. Ну, посмотрим. Нет, 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 сто процентов уверенность. Ну, еще две тысячи, может, проедем. Или уже будет, или Окс. Ну, будем подводить, а там видно будет. Ну, вот интересно, все-таки, кого предпочтет Мирбек Мамуров в выборе перед Оксом? Там есть и Strike Charger, мы сегодня уже говорили, и Candy Sim, и кого мы еще забыли упомянуть? Нет, ну, естественно, Smart Spirit. Strike Charger подразочаровала. Я не знаю, после этого выступления на Окс она пройдет, по рейтингу не пройдет. Тут я не уверен. Ну, наверное, Candy Sim Мирбек выберет. А кого же еще? Ну, что же, остается нам набраться терпения, дорогие друзья. А пока знакомимся с результатами. Призов в честь дня защиты детей выигрывает Candy Sim с резвостью минуты 57,9. Далее Альфия, символика Яна и Хортица. Таков итог скачки. Первая часть нашей программы подходит к концу. Ну, а во второй части мы затронем тему скачек для лошадей честокровной арабской породы. После небольшой паузы встречаемся снова здесь, в студии программы PostEventum. Возвращаемся в студию программы PostEventum. Продолжаем подводить итоги скачек, которые были в Краснодаре. И теперь коснемся во второй части программы скачек для лошадей честокровной арабской породы. И вспомним события в Краснодаре, которые коснулись и большого летнего приза, и приза элиты. В общем, было о чем поговорить. Безусловно, Евгений, как вы отмечали в рамках трансляции, отрадно, что лошадей честокровной арабской породы много. Скачки собираются. И если собираются призы группового статуса, то действительно оправдывают все наши с вами ожидания. В общем-то, этот день тоже не стал исключением. И в очередной раз мы видим, что чемпионы Краснодара не растеряли вот такого огня внутри. И показывают нам и хорошие секунды, и борьбу. Но вот такой вопрос в очередной раз встает с боксами. Да, вот мы вспоминаем тот случай, который возник на старте скачки, по-моему, при Стараще, да? Да. Когда лошадь просто вырвала, вырвала одну из дверок бокса. Ну, к слову сказать, ее же потом на место поставили, и дальше из шестого бокса лошади стартовали. Там потом третий бокс почему-то не функционировал, по-моему. А шестой поставили. Ну, бывает всякое, ни на что это не повлияло особо. Удивительно то, что при этом выглядело это страшно, но никто не пострадал. Ну, что же, дорогие друзья, я надеюсь, что эту проблему-то можно будет решить к следующему скаковому дню, ну, или как-то починить, или поджать, отремонтировать. Слушайте, тут проблему можно решить только одним способом. Купить современные пневматические боксы. Да, это удовольствие дорогое, прямо скажем. Но у нас Краснодарский край тоже, по-моему, не из бедных. Итак, вопрос по вес в воздухе. Будем ждать решения. Такие же боксы, купите, такие же боксы, как, я не знаю, в Грозном. Там моноблок 16 боксов. Наверное, такой на дорожку Краснодарского ипподрома не зайдет. Там, как в Пятигорске, можно взять 12 плюс 4, если 4, там тоже может не зайти. Ну, это все решаемые вопросы. На 12 моноблок купите, и будет хорошо. Итак, большой летний приз. Там все на старте с боксами было в порядке. Поэтому давайте поговорим непосредственно о скачке, как она проходила. Евгений, здесь мы все практически единогласны. Перед началом скачки в четверг, говоря о том, что Ширу один из очевиднейших претендентов на победу. Но произошло что-то... Что произошло? Знаете, если бы мне матушка моя, Ларис Юрьев, Николаева сказала так. Если бы это произошло в мои времена, в советские времена, когда был бешеный тотализатор, страшный тотализатор, и обороты там, и творилось разное, я бы просто вот с Анатолия Андреева сняла бы Камзову, и, возможно, там, ну, после такой ситуации, по-судейскую, могли и камнями забросать, и можно было здесь тоже... Это слово мы уже забыли, лишить за езду фальшпейсом. Его лишили за другое, за недостачу веса, за езду фальшпейсом. То есть, начудил Анатолий Андреев здесь, что называется, убрал фаворита. И себя, и себя окончил, и фаворита убрал. Зацепил Ширу, провез его. И, что называется, вот это в советские времена называлось убрал фаворита. Зачем? Для чего? Ну, естественно, когда фаворит едет вот так вот, хочется его заставить, но смысл какой? Под кого-то, если под кого-то, это, извините, уже фальшпейс и командная танца. Ну, просто я говорю, я сам те времена заставил еще, когда просто тотализатор был страшный, когда и камни кидали, и выходили на дорожку игроки, там, блокируя скачку, и сказали, мы отсюда никуда не уйдем, пока нам возврат не сделают. То есть разные ситуации бывают. Здесь, конечно, предопределило то, что Ковридж, что называется, убрал Ширу по противоположной прямой. А Палладий Максимус с этим воспользовался? Да, ему эту победу преподнесли как на блюдочке. Нина Анатольевна, как вы видите ситуацию в розыгрыше большого летнего приза? Вот это противостояние Ширу, Палладий Максимус и Ковридж? Ну, досадно, конечно, досадный инцидент с Ковриджом. Мне же ребенок нравится, он приходит, что называется, в себя, он формируется. Ну, что значит приходит в себя? Он растет, он оформляется. И, конечно, так затратно ехать на нем с Ширу. Ну, по поводу Ширу в сердцах судейской коллегии мы так его, ну, любя, обозвали бездушной скотиной. Потому что мы все-таки зацепили тебя, но ехать-то бороться-то надо. Бороться надо. Это, ребята, это еще такая кобыла, как Джили Грант. Вот это боец. Это она здесь не шла. Она выгрызает за каждый метр дистанции на финиш, она бьется вот по-настоящему. Еще бы и она его объехала. Вот была бы красота. Так что, да, очень к Анатолию Андрееву есть вопросы. Досада, вот, одним словом, досада. Но к Ширу тоже есть вопросы. Ну, извините, ты двукратный чемпион, да, ты... Ну, если чемпионская лошадь, она будет биться, да, будут цеплять, но будет биться. Хотя, с другой стороны, вот, был инцидент с нашей карамелькой, когда на нефтегаз предметно против нее ехали. Да, и на результате-то было, это сказалось. Ну, спринтер, не Анатолий, а Ширус-спринтер, понятно. И когда уже тут лошади начинают его догонять, я имею в виду в развитии. Понятно, что он скороспелый. И раньше всех давил своей резвостью. Когда уже потихоньку-потихоньку другие лошади начинают тоже подрастать, получается, что ему нужно ехать более короткие дистанции. Ну, мы видим, да, сезон трехлетний у Ширу. Его приходится по дистанции ломать все время. То есть, это не его стиль. Ему нужны короткие дистанции. То есть, мы приходим к выводу... Ну, вот, попробовали они... Да, извините, ребята, попробовала команда тренер Жакей поехать по-другому. Хотя я тоже видела... Вот мне казалось, Ширу надо просто было удирать. Да, я абсолютно согласен. То есть, Айдамир его немножко, да, ломал. Но вот опыт неудачный. Так что, информация им для размышлений. Да, информация для размышлений и для всех нас в том числе. То есть, мы понимаем, что на дистанцию Ширу, судя по всему, это для него... Ну, потолок это 1600. Я думаю, да, я думаю, да. На нем надо ехать на силу. Вот как он это всегда делал раньше. Давить соперников резвостью. Настя, а ты как считаешь? А тут попробовали по-другому, а по-другому на нем не получается. Ну, у меня после скачки первое впечатление. У меня был единственный вопрос, да, к Айдамиру Шегушеву. Не к лошади, не к колориджу. А к Айдамиру Шегушеву. Лошадь ярко выраженный фронтранер. Едь, тебя никто не достанет. Тут, скорее всего, команда тренера была. Тут, скорее всего, команда тренера, эксперимент, попробовать, можно ли на нем посидеть, чтобы уже дальше для себя понять, ехать на нем Асуана и Дерби или не стоит. Хорошо, пусть так. И, по-моему, все абсолютно не нравится. Эта тактика в итоге не оправдала себя. Абсолютно. То есть Ширу здесь был не столь убедителен, как в предыдущих скачках. Но я предлагаю отметить достижение Паллади Максимуса. Потому что он перепал в дороге, насколько я знаю. Лошадь была в плохом состоянии после переезда. И то, что он, да, хорошо остановился Ширу. Тем не менее, он вышел вперед и не встал. Показал, что у него есть сердце. В отличие от бездушной скотины. Да, то, о чем говорила Нина Анатольевна относительно Ширу. Здесь как раз-таки духом, характером своим Паллади Максимус доехал. Выиграл большой летний приз. Приз первой группы с резвостью минуты 55,1 секунды. Далее Ширу, Тотем, Рахман Дох был снят. И Колридж был дисквалифицирован за недостачу веса у Жакея. Вот таков итог. Далее давайте двигаться и приз элиты. Также остаемся в дивизионе лошадей чистокровной арабской породы. Евгений, здесь очередное противостояние, которое мы тоже предвкушали. Это Вронский против легионера. Ну и так получается, что легионер настолько крепкий орешек, что как его не кусал, не хватал в Вронске, ничего из этого не получилось. Морзобег после скачки искал такое ощущение. Вот было тогда, когда я по той прямой к ним подъезжал, что он счастлив, такое ощущение, что он готов им по головам просто проехать. Просто по головам. Он настолько здорово шел. Ну, лошадь набирает форму. И сейчас постепенно приближается к своему пику. А то, что по факту на сегодняшний день он сильнее очевидно. Но я, собственно, еще раз говорю, я ровно поэтому легионера и оставил. Потому что в нем видна вот эта вот сила и способность с возрастом, как хорошее вино, становиться все лучше и лучше. Ну да, это же арабская лошадь. Они, по сути, должны с возрастом лучше становиться. Ну, не все. Например, почему вот покер, да? Покер тоже хорош был. Дербист всероссийский и так далее. Но в нем было видно, что он уже остановился. И уже больше особо бежать не хочет. Ну, как бы, по крайней мере, он остановился. А легионер только прибавляет, прибавляет и прибавляет. Вот еще одно появление в нашей программе. Анатолия Андреева. Съемки с его шлема. О чем-то они тут всю дорогу с Мербеком Мамуровым переговариваются. Да, о чем-то переговариваются. Но вот потом, к сожалению, по финишной прямой, камера упала со шлема Анатолия Андреева. С ней все в порядке. С Анатолием Андреевым тоже все в порядке. Вот легионер. Да, так вот посмотрел на этих ребят, которые едут по правой от него стороне. И добавил. Но здесь и Морзобек тоже здорово занял бровку. Ему ее, в общем-то, предоставил Мербек Мамуров на Сириусе. Потом поехали они в борьбе с Сириусом. Ну как, Сириус-то в борьбе, а легионер... Вронский. Вронский, да. Вронский легионер ехал сам по себе. Евгений, для легионера скаковой календарь каким образом будет сверстан после победы в призе Элиты? Ну, в принципе, все эти призы известны. Там потом будет приз Писнера. Нет, я имею в виду гастроли на центральный московский ипподром. Обязательно. А как иначе? Обязательно, конечно. Другое дело, что я буду все-таки настаивать, чтобы в этом году приехали пораньше. Потому что московская дорожка, в отличие от Краснодарской, не так, далеко не так дружелюбна к гастролерам. И по результатам это видно. Смотрите, по прошлым годам, как гастролеры проигрывали местным арабам в Диндерби, но потом, оставаясь тут же, обыгрывали их уже через три недели в призе. Русский, этот, арабский скакун. Поэтому надо будет приехать пораньше, чтобы подготовиться основательно ко встрече с Саахаром. Но я думаю, что и Вронский приедет. А куда еще ехать-то? Мы весь сезон ради этой скачки этих лошадей держим. Нина Анатольевна, в завершении нашего с вами общения относительно легионера Вронского, то есть мы видим, что потолок легионера пока не ясен. С каждой скачкой он прибавляет. А вот относительно Вронского, как вы думаете, на фоне легионера пока Вронский выглядит не так убедительно, как это было в прошлом сезоне, когда они в разных возрастных группах выступали. Когда прошел преступительный, и вот была отчаянная борьба, ну, как сказалось, да, такая вот, голова в голову рубились Вронский и легионер. Вот тогда я сказала, что немногочисленная они группа старшего возраста, но вот будет интрига в скачке. Вот преселит и показал, что если Джон Деминджи будет ставить задачи топить легионера, у нас этой интриги не будет. То есть Вронский после той очной борьбы, я все-таки вот, конечно, тренеру виднее на месте. Он этих лошадей видит 24 часа в сутки. Но для начала сезона было слишком вот так вот комышленно противостоять так жестко легионеру. Здесь Сириуса пустили, значит, против. И посмотрим, какой будет результат. То есть, ну, мы видим, легионеры ходят произвольно. И вот чтобы у нас все-таки скачки старшего возраста на Краснодарском ипподроме собирались, я бы хотела, чтобы более бережно противники легионера рассчитывали свои силы. А, безусловно, для более объективной картины, это коню нужно гастролировать. Или соперников как-то сюда сильных приглашать. Но это цена вопроса призового фонда. Так что, я думаю, вот гастроли, вот там он больше проявит, еще лучше из своей стороны играми. Нина Анатольевна, спасибо за исчерпывающий ответ относительно легионера, Вронского и вообще дивизиона лошадей чистокровной арабской породы. Подводим итоги приза элиты. Легионер выигрывает скачку с резвостью 2 минуты 53,6 секунды по седлу Морзовека Капушева. Далее Вронский, капитан Флинт и Сириус подостал довольно сильно. Вот таким получился этот насыщенный день. 17 скачек на Краснодарском ипподроме. Все мы сегодня обсудить не смогли, но многие важные темы сумели затронуть. Благодарю Анастасию Кирееву, Евгению Капушеву. Коллеги, спасибо вам огромное. Спасибо всем тем, кто участвовал в нашей сегодняшней программе. На этом пост-эвентом завершен. Оставайтесь в наклонном мире. Счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»